Почти месяц назад закончился 2018 год. На протяжении всего календарного сезона мы видели взлеты и падения различных команд, невероятные трансферы, чемпионат мира и многое другое. Это топ-10 самых интересных событий прошлого года. Поехали! Десятое место. Третий кубок Лиги Чемпионов. 26 мая на переполненном стадионе в Киеве в битве за главный трофей клубного футбола сошлись Ливерпуль и Мадридский Реал. Для королевского клуба тот вечер навсегда вошел в историю по двум причинам. Во-первых, Сливочные выиграли третий кубок ряду, а во-вторых, закончилась эпоха Зины Дина Зидана, который создал команду, доминировавшую в Европе на протяжении трех лет. После триумфа в Мадриде началась масштабная перестройка, которая продолжается по сей день. Смогут ли новые Сливочные выиграть очередной европейский трофей и самое главное, когда? Пока непонятно. Девятое место. Роналду и Модрич. Новая направленность развития Реала не могла не затронуть двух самых полезных игроков команды. Криштиан решил бросить себе новый вызов и перебрался в Ювентус. Поначалу обладатель пяти золотых мячей никак не мог приспособиться к новому чемпионату, где для достижения успеха приходилось больше работать над тактическими взаимодействиями с партнерами. Однако уже к декабрю старый добрый Криш вернулся. Он набрал 20 очков по системе гол плюс пас, а также поучаствовал в 47 процентах забитых мячей. Что касается Модрича, то он, несмотря на конкретный интерес со стороны Интера, все-таки остался в Мадриде. Сейчас, наверное, жалеет. В любом случае, Лука ударно провел чемпионат мира, где Хорватия завоевала серебряные медали, а после получил свой первый золотой мяч, прервав многолетнюю гегемонию двух космических игроков, которая продолжалась 10 лет. Кстати, уже можно поразмышлять над тем, кто будет лучшим футболистом в этом году. Пишите свои варианты в комментариях и делайте ставки. Париматч предлагает новым пользователям бонус. Тысяча рублей на первую ставку. Ссылка в закрепленном комментарии под видео. Восьмое место. Усейн Болт в футболе. Как в 32 года стать профессиональным футболистом? Без проблем, если ты самый быстрый человек на планете. Болт сначала поразил всех фотоотчетом, где была зафиксирована его тренировка в составе Дорфундской Баруси. Многие восприняли это как шутку, однако ямайский легкоатлет вскоре заключил профессиональный контракт с клубом высшего австралийского дивизиона Central Coast Mariners. 12 октября олимпийский чемпион отметился первым дублем в карьере. Причем два мяча были забиты с разницей в 11 минут. Такими темпами к 33 годам Усейн вполне может стать лучшим бомбардиром океанской Алиги. 7 место. Сборная России и нога Акинфеева. Сумасшедший сейф Игоря принес нам историческую победу над Испанией летом 2018 года. Без сеньора Лапитеги, который был уволен сразу после подписания контракта с мадридским Реалом, красная фурия превратилась в безвольную команду, с которой можно и нужно было играть. Сборная России в 1-8 финала выбрала прагматичный футбол, и план Черчесова отработал свои 120 минут. Дальше все зависело только от парней. И они справились, ни разу не промахнувшись. Однако тот вечер не закончился бы всеобщим ликованием, если бы не чудо-сейф капитана армейцев, который в прыжке ногой парировал мяч. Команда, которая навсегда войдет в историю мирового футбола, а по эмоциональным установкам Артема Дзюбы обязательно будет снят бодрый российский спорт-муви. Чем не движение вверх-2? Шестое место и новое поколение тренеров. Кто бы мог подумать, что всего через пару лет после завершения профессиональной карьеры Тьерри Анри, Стивен Джерард и Фрэнк Лэмпорт примут под свои знамена серьезные команды. Легенда аристократов привел скромный, но заряженный дерби-каунтик к шестому месту в чемпионшипе. Тьерри Анри, несмотря на катастрофу в Монако, выиграл с Бельгией бронзу на чемпионате мира. Правда, в качестве помощника. А Стиви Джи и вовсе возродил некогда славный шотландский рейнджерс. Добавьте в эту когорту Патрика Вейера и Райана Гикса и получите новое поколение тренеров, которые в будущем возглавят серьезные команды и приведут их к победам в своих чемпионатах. Пятое место. Турнир лучших команд. На волне разногласий многих европейских грандов с политикой UEFA лучшие клубы Старого Света, такие как Барселона, ПСЖ и Ювентус, пригрозили руководству созданием своего обособленного турнира. По задумке предполагалось создать общую лигу, в которой матчи проходили бы по правилам локального чемпионата. Такой турнир точно бы убил Лигу чемпионов и другие национальные первенства. При этом огромный урон был бы нанесен и всей трансферной системе, ведь игроки переходили бы только в рамках новой элит-лиги. Данный турнир пока существует только на бумаге, но кто знает, какой будет перевес сил в UEFA в 2019 году. Четвертое место. Лига наций. Новый турнир, призванный разнообразить матчи национальных сборных. Отличный синопсис. Правда, многие отнеслись к этой идее крайне скептически. А так по итогу мы получили бодрый футбол с обилием забитых мячей, где в финальную стадию прошли Португалия, Голландия, Англия и Швейцария. 55 команд разного класса сражаются за повышение, и все это в рамках одного турнира, который будет проходить раз в два года. Для простых зрителей очередной повод провести прекрасный вечер перед телевизором. Для команд – получить возможность автоматического отбора на чемпионат мира или Европы. Третье место. Провалы Мауринио и Лапитеги. Только лениво не обсуждал две громкие тренерские отставки. Если назначение Жозе принесло красным дьяволам хотя бы победу в Лиге Европы, то испанец в новом клубе полностью провалился. Оба тренера не смогли привить командам свою философию, а эксцентричный Мауринио переругался вообще со всеми. В данный момент ходят слухи о возвращении особенного в королевский клуб, в то время как сеньор Лапитеги, наверное, надолго пропал с карты футбольного мира. Второе место. Новый Арсенал. После ухода Арсена Венгера казалось, что канониры начали глобальную перестройку, которая негативно скажется на результатах команды. Суть по всему – обошлось. Нынешний Арсенал точно не хуже венгеровского. Вдохновленная игра лондонцев стала возможна благодаря новому подходу Унай Эмери, который поставил команде атакующую игру со скоростным Абамиянгом и мощным Ля Казет. За победу в чемпионате в этом сезоне бороться уже поздно, а вот выиграть Лигу Европы – вполне себе. Унай Эмери точно знает, как это сделать. Ну и первое место. Сборная Франции. На Мудяль французы прилетели с мощнейшим составом, в который не попали такие монстры, как Ля Казет и Лапорт. Весь турнир трехцветный доминировали на поле, и в итоге абсолютно заслуженно во второй раз в истории завоевали самый престижный международный трофей. Во Франции выросло золотое поколение французской молодежи, где главной скрипкой является Келян Мбаппе. В свои 19 лет он не только стал лучшим молодым игроком чемпионата, но и сумел забить 4 мяча. После этого многие эксперты стали называть Мбаппе новым плотини, и, скорее всего, в ближайшие годы именно Микеланджело будет главным претендентом на золотой мяч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова